всех приветствую на дворе у нас 3 июня 2024 года давно уже не записывал отчетные видео алексеич давно не записывал отчетные видео о видели это наша подружайка еще одна залетная подруга какая круглая с котятками внутри киндер-сурприз я моем так вот давно не записывал отчетное видео сегодня немножечко отчитаем что у нас произошло ведь вот эти вот бойцы огурцы если в общем детский сад здесь у меня младшая средняя старшая детсадовская группа в общем все вместе этих вот старших которые у меня из-под кучки я их туда перекидывал но в тот двор к старшему они снова возвращаются сюда потому что те там все равно их гоняют а здесь они типа то что самые крутые такие пацаны тут и кушают и просто этих мелких щемят ну в общем не хотят они там жить вот утятки утятушки утятушки ребятушки 4 штучки это три от одной мамки и один остался от этой вот мамки которая ходит она шестерых принесла ну почему-то мы пришли пятеро уже были забиты на глушня короче трупики я собирал упаковывал землю за это самого захоронил захоронил тут у меня смотрите помните да две кучки сидят все вроде хорошо вот к это вот подружайки моей вот это вот дур извините меня действительно дура у нее там яиц дофига как дофига на первое села но почему-то на все время садится туда куда не надо ведь вот это закрыл этот носить машина всеми туда залазил потом прихожу она сегодня сидит где-то здесь а нет короче где-то в другом а вот тут она сидела то есть я задолбался пересаживать я переживаю что она яйца нифига не высадит я сейчас яйца просветил вроде там ну а все оплодотворенные яйца то есть там прям уже зародыш и зародыш и но я не знаю живые они или нет потому что у меня авоскопа нету я свечу сугубо телефончиком тупая вот извините меня она вот как-то вот все время садится не туда куда и на это вот нормально это вот уже второй раз она нас усиживает яйца поэтому к ней претензий нету не претензий у нас нету давайте пойдем в тот большой двор посмотрим что у нас там эти вообще у меня ребята ребята настолько ручные то есть за ними настолько нравится они такие вот ручные то есть подходишь их спокойно можно так вот погладить клюются длино рачки мои в этом мои красавцы доминанты получилась порода то есть занимаемся мы такой оля местной селекции то есть это папа у него залез куда наверх эти вообще ли эти аминорки не на сколько сильно летает так вот эта селекция то есть смотрите у него лапы пушистые пушистые лапы папа у него доминанта мама тоже доминант но такого интересная порода получился доминант старший вот еще такой черненький цыпленочек у меня тут бегает но он не совсем черненький у него у него даже лапы черные не коричневые не такие не желтые лапы смотри даже лапы у него такие вот черные вот но у него вижу же наверно голове появляется такой хороха характерная характерный цвет и он больше соответствует скорее всего не доминанте а брама брама брамочка конечно заходить здесь очень аккуратно чтобы здесь не подавить потому что бегает здесь хотела разобрать этот брудер здесь когда я прикручивал немножко тресного стекло у меня разбирал в общем и стекло мне все рассыпалось в общем я остался без одной из стен брудера сейчас там курица будет когда высиживать или лупить яйца мы сюда и конечно посадим будем придумывать закрывать на улице у нас сейчас 30 с хвостиком градусов то есть уже лето у нас полным ходом жарище стоит неимоверное жарище стоит неимоверное так что здесь нас что у нас тут сидит одна подружайка яйца яйца насиживает это не то не это не квочка это просто насестка так здесь чего у нас здесь у нас вот делянка яичная уточная вот новая повелась деляночка вот она подруга села яичек нам нанесла села новенькая и вот те которые вылупились шесть штук они вылупились этой вот нычки вот если я захожу смотрю сейчас покажу хоп а тут еще яички то есть видимо какая-то мамка прокоцала что сюда можно насиживать яйца вот подруга еще сидит у нас я уже жду что скоро скоро потому что уже пора 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 водичку наливаю почистил корму кормом делать а пока записываю вам видим давайте пройдемся что у нас там что такое что такое вот они это все такие ручные дикие няшные едят главное не по подавить главное не по подавить вот у меня был один сыпленок я назвал малой чтобы понимали вот оно то есть размер вот пропорции вот вот тот и вот тут уже вблизи показывать но он настолько сильно малой то есть в ладошку помещается у меня что-то не растет он вроде всех кормлю одинаково корм у нас сейчас это кукуруза сеющий сечка и пшеница добавляю ракушечник сейчас пока они на таком питании потому что жрут они короче вот это мало стадо жрет больше чем это большое стадо здесь у нас лучок они до посадил это нам марина благословила нет вот это вот сороказубку мы высадили вот так же мы посадили увидеть у нас тут огурчики будем подвязывать вот этот миндаль мой растет растет активно растет в классном здесь мы посадили второе урожай редиски а смотри какая уже риди сончик ради сончик так здесь у нас что это у нас что это у нас похоже на огурцы похоже на огурцы здесь у нас 6 кустиков пекинской капусты кто-то уже кто-то тут уже промышляет вместо нас кушает здесь обычная капуста но что-то как-то она выглядит как будто и не совсем хорошо как будто и чуть-чуть немножко плохо вот сорняки вырвал казалось бы нужно выкинуть а нет берешьyear так смотри свекла какая у нас шикарно свекла у нас вообще-то шикарная Ботва, по крайней мере, шикарная Ну, уже прям Можно даже собирать урожай, если прям уж надо Там, не знаю, на винегрет Ну, там вот есть небольшие Небольшие пока еще Хотя вот этот уже прям серьезный Корнеплод Здесь у нас лучок Трилетка Здесь вот еще мы посадили Перчик у нас Здесь томаты Томаты уже даже есть в соцветии Вот, смотри Соцветия уже даже выпустили Вот, здесь у нас идет проект Битва попкорнов Это вот дешевый попкорн с рынка, который Продается на вес, а этот Из пакетика Я уже не помню, какие там имена, но в общем там видео Посмотрите, если кому интересно будет Поковыряйтесь, битва попкорнов называется видео Смотри, короче, какие красавцы Выросли Так, вот это у меня Эстрагон, Тархун Уже мне, короче, он Не по грудь Огромный вырос Здесь, смотрите, купил что Базилик Два вида базилика Базилика Такой зелененькой и фиолетовый Вот, начались у нас уже завязи Ежевики Смотри, видишь, какая сейчас Наведу резкость Резкость Фокусировка Опа, да Все, уже даже есть Завязанные соцветия Рекольно Здесь у нас проект Полтинник Кто может помнит Вот они Тут у нас получается Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь Девять Девять кукурузин Девять, конечно, маловато Я ждал гораздо побольше Ну Это вообще Я первый раз в жизни Тоже сажаю кукурузу Вообще смотрю, как она Что она Это сорт Бондуэль Хочу получить Сочную Клубника Короче, с клубникой Вот с этой вот Ремонтантной Которой Азия Какие-то с ней Проблемы То есть Пока мы не знаем Пока мы разбираемся Что-то как Но вот мы пришли к поводу Что, скорее всего, у них была Не слишком заглублена Корневая система Поэтому, видите Начали периодически засыхать Вот куст засох Вон там куст засох Мы крайний раз здесь были Они их Видите Вон, в общем Засыпали Вот такие земляные горки Сделали Чтобы укрывать Больше корневую систему Чтобы укрывать Плавы она дала Уже первый урожай Мы собрали Вкусное, да Вкусное, да О, глянь, что валяется Это знаешь, что такое Ой, какой он мягкий Сейчас я буду пробовать Ммм Все Поспела Красота Глянь 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 Это у нас жир Как называется Жирдёла О Жирдёла Вкусная Сладкая Слава Богу В этом году Господь Был благ к нам И у нас Прям небольшой урожай Но будет Небольшой урожай Но будет Ее прикольно Компоты сушить С нее Сухофрукты делать В общем Прикольно Уже можно кушать Ммм Сладющая В общем Как-то так Что еще Крыжовник 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 У нас еще Ягоды Очень много ягод Вот такая зеленая ягода Крыжовник Ну мы честно Его никак не собирали У нас так Подходим Так Подергали Покушали Так Чего там По мелочи Так Ну что Дамы и господа Всем спасибо За просмотр Спасибо Что смотрите Если кому-то Это интересно Ставьте лайки Комментируйте Вот Может что-что-то Посоветуете Потому что мы Начинающий Фермера В кавычках Конечно Какой я Фермер Так Любитель Тут дачка Шесть соток Мы тут ума Довести не можем Я вообще не представляю Как люди Которые управляют Огромными фермерскими Хозяйствами Там Гектарами Землю Возделают На самом деле Это тяжелый труд Несомненно Тяжелый труд Требует Постоянного вмешательства То есть Уборку Как бы Сельское хозяйство Ее невозможно Закончить Это такой Продолжительный процесс Который Длится То есть Сажаешь Собираешь Уже постоянно Пропалывать Удобрять Культивировать Эмульчировать Удобрять Ну в общем Это постоянный Непрерывный процесс Мы каждый день Стараемся Чуть по чуть Сегодня Вот так получилось Что у нас Не с кем сидеть С детьми С мелкими Поэтому они остались Я выехал Сейчас я покормлю Скотину И поеду На служение Поеду на служение На работу А вечером Еще приедем Будем поливать Здесь У нас стоит Работает Матем И еще Столько Все Братья и сестры Родные Близкие Дорогие И не очень Всех обнял Всех целую Всем привет Ну и Пока Пока